Первые два окна – это однокомнатная квартира, не моя, а соседняя два окна, кухня и комната – это должна была быть моя квартира. Уже почти 15 лет Галина Коновалова прогуливается мимо этого дома, надеется, что когда-нибудь переедет в свою квартиру. В 2005 году женщина вложила свои средства в строительство комплекса на улице Вишневой. Застройщик «Монолит Грандстрой» должен был сдать дома в конце 2006 года, но работы остановили. Сейчас построен только один корпус, да и то наполовину. Я тогда ее покупала из расчета, что будет жить мой родственник инвалид, пенсионер, и специально выбрала второй этаж, а когда подрастет сын, то, соответственно, переедет он. К сожалению, родственник этот мой уже умер, сын вырос 24 года, квартира все в таком же виде. Жизнь Галины и других дольщиков превратилась в активную борьбу за свои квартиры. Одиночные пикеты, митинги на морозе, много бумаг и путешествия по инстанциям. После банкротства застройщика пытались найти новых, но все отказывали, не хотели заниматься проблемным объектом. Кроме того, экспертиза в прошлом году показала, после стольких лет достраивать его нецелесообразно. При увеличении проектных нагрузок здание придет в аварийное состояние. Всеми путями искали выход и нашли его, наконец, на нас обратил внимание заместитель председателя правительства Мутко Виталий Леонтьевич. Он посетил нашу стройку и после этого, наконец-то, работа закипела. Наш губернатор обещал, что нам будут выданы 2900 квадратных метров жилья в городском округе Химки. Это чуть более 50 квартир. В свою очередь администрация Химок привлекла финансирование из внебюджетных источников. Летом этого года подписали соглашение с инвестстройкомплексом, монолитстройинвестом и Рафинатсити о предоставлении жилых помещений. Дольщики могут рассчитывать на новые квартиры или на компенсационные выплаты. Ходят слухи, что люди получат те копейки, которые они заплатили в 2003-2004 году. В настоящий момент у нас есть постановление правительства, которое предусматривает, каким образом рассчитывается денежная компенсация. В этом постановлении прописано, что она рассчитывается, исходя из рыночной стоимости квартиры на сегодняшний день, но не менее стоимости ДДУ. Сейчас инициативная группа плотно сотрудничает с администрацией округа. Окончательное решение по судьбам полусотни дольщиков примут до конца этого года. Продолжение следует...